В 2022-м в Саратове планируется благоустроить парк у пруда Симхоз в Кировском районе. Этот объект выбрали сами горожане в ходе онлайн-голосования весной текущего года. За благоустройство парка в Симхозе высказались почти 14 тысяч человек. Примечательно, что во время голосования саратовцам показывали один план, а в июле на встрече с местными жителями представили другой. Под зеленые насаждения здесь выделен 21 гектар. Однако рядом с парком внезапно появились многоэтажки, школа, детсад и крупный торговый центр с парковкой на тысячу мест, о которых ранее не сообщалось. На сайте Минстроя, где проходил голосование, именно проект 2018 года и со всей этой территории. Изначально, когда мы голосовали за пруд, мы все-таки предполагали, что это будет большой парк, в котором будут какие-то места для развлечений, карусели, колесо обозрения. Жителей новый проект не устраивает. По их мнению, новые дома увеличат нагрузку на инфраструктуру района. Это при том, что даже сейчас в Солнечном не хватает социальных объектов. А дороги и общественный транспорт не всегда справляются с потоком пассажиров. К тому же застраивать зеленую зону опасно еще и по другой причине, уверены жители. Так как пруд находится очень близко, мы, экологи, предполагают, что это может нарушить его подпитку, соответственно, пруд может быть просто уничтожен. Застройка 25-этажками, она просто вообще уничтожит пруд однозначно. Торговый центр предполагается строить в том месте, как раз откуда идут подземные воды к пруду. А так как там предполагается еще и подземная парковка, то, соответственно, это тоже приведет к тому, что пруд будет уничтожен. Проблема в том, что территория, на которой планируют благоустраивать парк, принадлежит муниципалитету, а другие участки находятся в собственности или в аренде частников. Именно здесь и могут появиться жилые застройки. Однако представители администрации города подчеркивают, что на данный момент за разрешением на строительство в мэрию еще никто не обращался, а показанный ранее проект не является окончательным. Дело в том, что территория, то есть собственных, сами распределяются теми возможностями, которые есть. Здесь многоэтажки и вопрос немножко не в данной контексте надо рассматривать. Пока никаких разрешительных документов не заходили, не запрашивали. Поэтому как там дальше будет развиваться территория, это, наверное, дальше покажет время. При этом земля рядом с водоемом входит в список особо охраняемых природных территорий Саратовской области. Поэтому никакой жилой застройки там быть не должно. В таких местах разрешено строить только объекты культурной или научной сфер. Об этом высказывался в том числе и председатель правительства региона Роман Бусаргин. Чиновник также пообещал, что направить запрос в Росимущество, чтобы выяснить, на каком основании федеральная земля была передана частным фирмам. У самих жителей есть свое объяснение, почему именно данный участок земли так привлекателен для застройки. Строить хотят здесь, потому что они хотят устроить у себя во дворе хорошую парковую зону. То есть это очень удобно. Вы берете, строите многоэтажку, а город вам строит рядом парк. Соответственно, стоимость квадратного метра вырастает в разы, ну, соответственно, прибыль вырастает тоже в разы. 30 августа территорию будущего парка посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик успокоил людей и заверил, что в данном месте застройки не будет. При этом вопрос, что делать с частником, которому принадлежит земля, пока остается открытым. Тимур Оралбаев, Андрей Крахмалев, Свободные новости.